Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговоры о Евангелии от Иоанна. И сегодня поговорим о тех частях Евангелия, которые в позднем Средневековье при разделении на главы попали в третью главу. Основное место в третьей главе занимает беседа Господа Иисуса с Никодимом, известным, по-видимому, человеком, учителем, скорее всего, законником, который ночью, чтобы никто особенно не видел, приходит к Иисусу расспросить его о каких-то вещах. На самом деле вопрос, с которым Никодим к Господу Иисусу пришел, он не прописывается в явном виде. Евангелист Иоанн рассказывает о том, что вот Никодим ночью к нему пришел, к Господу Иисусу, и говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ты тот, кто пришел от Бога, потому что ты делаешь удивительные вещи, чудеса, которые ты творишь, никто не может творить. И дальше Господь, собственно, отвечает на этот непрописанный вопрос, говоря вещи самого Никодима, если не шокирующие, то, во всяком случае, сильно удивляющие. Господь говорит ему удивительные совершенно слова о рождении свыше. На слова Никодима о том, что ты учитель, пришедший от Бога, Иисус отвечает ему, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божьего. Строго говоря, конечно, за этими отдельными фразами скрывается нам сегодня малопонятный и малоизвестный дискурс, происходивший в последние предновозаветные десятилетия и в первые десятилетия первого века, связанный с тем, как придет Царство Божье, кто сможет войти в него и что нужно для этого делать. Здесь были очень разные, надо сказать, позиции у законников, у фарисеев, у саддукеев в разных течениях религиозных, израильских. И вот Господь говорит Никодиму о том, что для того, чтобы войти в Царство Божье, что-то должно произойти с человеком, что-то такое, что он называет рождением свыше. И, судя по реакции Никодима, для него это совершенно непонятные слова. Но об этом как раз в среде законников и учителей и фарисеев разговор никогда, по-видимому, не шел. И поэтому он спрашивает его, что ты имеешь в виду, что значит это рождение свыше, которое является необходимостью, необходимым условием для того, чтобы увидеть Царство Божье. И Господь еще раз повторяет почти то же самое, но я бы сказал в еще более загадочной форме. Он говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Если мы внимательно на эти слова посмотрим, то, во-первых, конечно, здесь речь идет о крещении от воды, и мы можем быть почти уверены в том, что это отсылка к Иоаннову крещению, к тому событию, которое происходит в это время почти каждый день, там, где крестит Иоанн Креститель, и это крещение уже известно. Но, собственно, дело, скорее всего, не в самом факте погружения тех или иных людей в воду и Ордана, сколько, скорее, все же Господь Иисус говорит о том, что внутри человека соответствует этому крещению, покаяние, которое начинается с признания своей греховности, своей беспомощности и неспособности войти в Царство Божье. Потому что абсолютное большинство современников Господа Иисуса Иоанна Крестителя думали по-другому, они считали, что раз мы принадлежим к народу-богоносцу, значит, мы вот каким-то образом предназначены для того, чтобы войти в Царство Небесное, а мы в отца от своих грехов – это удел язычников. Ну вот, сначала Креститель, приходящим к нему людям, и теперь мы видим, Иисус Никодиму говорит о том, что внутренний поворот, связанный с этим крещением, согласие исповедовать перед Богом свои грехи, начать новую жизнь, в сущности, не имея никаких привилегий, да, как человек, приходящий из язычников. Вот этот внутренний поворот нужен для того, чтобы человек мог войти в Царство Небесное. И больше того, важно, мне кажется, обратить внимание на то, что Господь здесь говорит, в общем, в довольно категоричной форме, и, понимаете, Он не говорит, что там «хорошо было бы» или «желательно», или ещё какие-то подобного рода формулировки. Нет, Он говорит, если с тобой этого не произошло, если не перевернулось твое сердце от того, к чему оно было направлено, и не обратилось к Богу, невозможно для тебя Царство Божье, просто оказывается закрытым. И вторая часть его высказывания о рождении от Духа. И тоже, видите, христиане, конечно, веками, читая эти слова, особенно после первых Вселенских Соборов, ну, с первого до четвёртого, мы, как правило, видим здесь некие там догматические формулировки, которые отсутствовали во времена Господа Иисуса, догматические формулировки, которые свойственны богословию Вселенских Соборов, но совершенно не свойственны ни евангелисту Иоанну, ни его эпохе, ни его читателям. Поэтому, на самом деле, попытаться понять, что же имеется в виду, это тоже достаточно серьёзная задача. И тоже здесь есть некоторая достаточно объёмная система, целое представление иудейских о том, как устроен мир, о том, кто такой Бог, о том, как Бог действует в этом мире. Нам не то чтобы чуждое, она на самом деле нам как раз совершенно не чуждое, но при этом незнакомое. Видите, Дух Божий, о котором говорит библейская культура, не вполне то, что мы привыкли понимать под третьим лицом Троицы, хотя отчасти, конечно, здесь есть и какая-то прямая связь. Но повторяю, что для нас сейчас важны не догматические тонкости, в которых, с одной стороны, трудно разобраться, и с другой стороны, легко оступиться. А вот что. Для культуры, к которой Иисус и Никодим принадлежат, Дух Божий – это некоторое действие Бога, которое совершается в сердцах людей. Не подавляющая сила или воинство, которым Бог там вмешивается в ход истории, поворачивает его так, как считает нужным, а это некоторый тихий голос Божий, который люди научаются слышать, на который они научаются откликаться тогда, когда сердце их обращается к Богу, когда, знаете, они говорят Богу «Говори Господи, ибо слушает раб Твой». Это то, о чём наш символ веры говорит, как о духе, глаголовшем пророком. Дух Божий – это некоторое движение жизни, дыхание жизни, которое на самом деле является источником вообще жизни для человека, опять-таки потому что представления о том, как устроен человек в этой среде и в этой культуре, существенным образом отличаются от того, что мы потом восприняли из грекоязычных разных источников. И вот, стало быть, Иисус говорит Никодиму о том, что если ты не начинаешь слышать Бога, если ты не вступаешь в диалог с Ним, ты не можешь войти в Царство Небесное. Рождение от Духа подразумевает именно это. Рождение от Духа означает, что в тебе самом открывается какой-то способ слышать Бога, понимать его, некоторое знание Бога. Другими словами, несколько раз, и через пророка Иеремию, и через Иезекииля, Господь говорит о том, что я заберу из вас сердце каменное, и дам сердце плотяное, способное чувствовать, способное слышать Бога, способное откликаться на призыв Божий. Это тоже способ объяснить то, что значит рождение от Духа. И вот Господь Иисус говорит Никодиму о том, что Дух – это действительно действие самого Бога, движение жизни, которое от Бога происходит. И ты слышишь Его голос, но ты не знаешь, как и откуда это происходит. Обратим внимание на то, что, понимаете, если мы слышим какой-нибудь голос по радио, то мы, в общем, понимаем, как это происходит, и куда оно уходит, когда ты выключаешь это самое радио. Вот здесь нечто другое происходит, и слышание Духа Божьего требует от человека доверия, требует, ну, в общем, некоторого подвига веры, если хотите. Никодим, конечно, оказывается шокированным, спрашивает, как это может быть. И, наверное, в его голове в это время проплывают примеры из истории, где сыны пророческие учились в разных практиках и техниках духовных слышать Бога, иногда впадая в какие-то не вполне адекватные состояния. Для него не очень понятно, о чём вообще идёт речь. И дальше Иисус, задавая ему некоторый риторический вопрос, конечно, риторический, говоря, что ты учитель Израиля, и ты не знаешь, как это бывает, и ты не умеешь слышать голос Божий, говорит ему о том, что же это в сущности означает. Две по-настоящему важные вещи. Во-первых, Иисус говорит о своём свидетельстве, о том, что на самом деле, иначе как через него, мы не можем узнать небо. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. Довольно тоже загадочная формулировка, хотя слова «сын человеческий», являющиеся цитатой из пророка Даниила, ну, до некоторой степени дают возможность понять, о чём идёт речь. Но, повторяю, по-настоящему важно здесь то, что Иисус говорит о себе и своём свидетельстве, что если вы не слышите меня, если вы не пытаетесь услышать меня, то ничего вы не сможете на небесах ни найти, ни узнать. Они останутся закрытыми. И это одно из самых фундаментальных вообще откровений, если хотите, всего христианства в целом. Одна из самых важных вещей, о которых евангелист Иоанн старается читателю сообщить, что по-настоящему мы узнаём Отца Небесного, мы узнаём жизнь только через Иисуса Христа. И для евангелиста это вовсе не один из способов. Он совершенно не думает, что там кто-то сопит через что-то там неподходящее, впадает при недостатке кислорода в какое-то состояние транса, кто-то ещё какими-то методами пытается обрести небо. Ну вот, а кто-то через Иисуса. Нет, на самом деле евангелист свидетельствует нам о том, что если ты хочешь найти Бога, для этого есть ровно один путь, ровно один. Это встреча и личные взаимоотношения с Иисусом из Назарета. И никак по-другому. И вот вторая важная вещь, которую здесь Господь говорит Никодиму о встрече с Богом. Он говорит, как Моисей вознёс змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И это тоже некоторая отсылка к хорошо известной ветхозаветной истории, когда во время путешествия в пустыне при выходе из Египта на народ Божий стали нападать в огромном количестве змеи, ядовитые, очень опасные. И вот тогда Моисей взял змея по одним преданиям одного из нападавших, по другим преданиям сделал медного змея, прибил его к палке, поднял над станом народа Израилева, и когда народ шёл по пустыне, до тех пор, пока они смотрели на этого поднятого Моисеем змея, вот они оставались невредимы. Змеи не причиняли им вреда и не кусали их. И как только они отводили глаза, так в сущности всё рушилось, и нападали змеи, и люди гибли. Вот Господь говорит о том, что подобно тому, как Моисей поднял этого змея, как знак надежды, как то, глядя на что ты можешь спастись от этой, в общем, неминуемой опасности, как некоторый знак от Бога, того, что спасение возможно. Вот точно так же, говорит Иисус, должно быть подняту над землёй в вознесенную Сыну Человеческому. Конечно, лишь после Его смерти и воскресения для учеников, когда, по крайней мере, для тех, кто знал эту историю о разговоре с Никодимом, скорее всего, от самого Иисуса, для них более или менее могло это стать понятным. Но всё-таки Иисус говорит Никодиму, «Я, когда я буду вознесён, что при этом может понять Никодим, большой вопрос, тем не менее, я, — говорит Иисус, — это то, глядя на что, или тот, на кого глядя, люди могут избавиться от этой гибели, преодолеть эту обречённость, а чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И тоже здесь ещё нужно нам добавить некоторые, если хотите, филологические нюансы, связанные вообще с понятием веры, потому что для нас, мыслящих, ну, скажем, грекоязычными категориями, пришедшими к нам из грекоязычной культуры, да ещё и с некоторым всё-таки багажом, которым нас снабдил апостол Павел, мы чаще подразумеваем под словами веры и верующей некоторое принятие без особых доказательств тех или иных формулировок, тех или иных сведений о вещах, невидимых, не являющихся частью нашего опыта. Для Иисуса и Никодима, вообще говоря, это не совсем так, потому что вера в существование Бога для них вещь совершенно очевидная, и в их культуре только безумец может усомниться в существовании Бога, только безумец. Если ты таковым не являешься, то что тут, собственно, обсуждать? А как устроено божество, тоже для них обсуждать невозможно, потому что Бог абсолютно иной и непостижимый, и земля лишь подножию ног его. В этом смысле, понимаете, ведь ветхозаветные традиции, воспитания иудейские, они давали чрезвычайно, я бы сказал, прочную приивку, да, против разнообразных антропоморфных или каких-то физико-химических представлений о Боге. Нет. Верующие и вера для этой культуры, для этой эпохи, в первую очередь, означает доверие, способность положиться на то, что Бог благ, способность доверять милосердию Божьему, особенно тогда, когда этому доверять трудно, и верность, доверие и верность. Стало быть, когда Иисус говорит о том, что всякий верующий в Сына Человеческого не погибнет, но будет иметь жизнь вечную, Он имеет в виду вот эти две вещи – доверие Ему и верность, которую мы стараемся сохранить Ему даже в трудных или смутительных обстоятельствах нашей жизни. И дальше, после этого, Господь говорит Никодиму совсем удивительные вещи, понимаете? Это тоже важно увидеть, потому что, хотя Он только что сказал Ему, что вы не принимаете моего свидетельства, и поэтому вряд ли сможете что-то понять о небесах, но это не заставляет Его спрятать что-то. Господь однажды говорит, ученикам нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Действительно, в нашей вере есть много чего разного, но нет никакой эзотерики. Это правда, это важная вещь. И вот Он открывает Никодиму, как говорит, какие-то вещи о Боге, ну, в общем, оставляя на ответственность Никодима, то, насколько он сможет понять, поверить и довериться этим словам Иисуса. Он говорит о том, что Бог возлюбил мир. Это очень, на самом деле, небанальное утверждение, потому что кто-то интуитивно, кто-то по результатам печальных размышлений склонны мы, тем не менее, как друзья Иова, считать, что Бог там такой брезгливый, что, как выражаются эти друзья Иова, даже с цветами брезгуют, что Бог только ищет, как выражается сам Иов, на чём бы подловить человека, чтобы обвинить его. Ну, в общем, честно говоря, ведь и наша христианская традиция, особенно второго тысячелетия, тоже битком набита вот такими, такой, в сущности, клеветой, на Бога, который ищет повода уничтожить и измучить человека. Нет, говорит Иисус, Бог возлюбил этот мир. С Его точки зрения, Богу можно доверять. Это совершенно необыкновенная, удивительная вещь. На самом деле, если ты переживаешь этот факт и пытаешься поверить словам Иисуса, очень многое в голове и в жизни, и в сердце переворачивается и становится действительно с головы на ноги. И вот Господь говорит о том, что Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного, отдал того, кого ждёт народ Божий, того, кого Бог обещал как источник, как путь спасения, через кого Бог обещал установить своё царство. Вот этого Сына Единородного Он отдаёт ради нашей жизни, ради того, чтобы мы не погибли. В общем, конечно, краткое содержание Евангелия содержится почти целиком в этом единственном стихе. Всё, что происходит с Иисусом, укладывается в эти слова. Любовь Божья явлена к нам в том, что Бог отдал нам, дал нам своего Сына Иисуса. Между прочим, тоже это довольно важно, потому что в большинстве случаев люди склонны искать выражение любви Божьей в каких-нибудь, ну, довольно осязаемых вещах, от хорошей погоды до хорошей зарплаты. Но это не так. Любовь Божья к миру, к людям, к каждому из нас явлена, выражена в том, что Сын Божий стал человеком, родился от Девы Моей. И Бог это делает для того, чтобы верующие имели жизнь, как евангелист Иоанн напишет в самом конце, чтобы веру и имели жизнь во имя Его. Здесь же Он говорит Никодиму о том, что Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить, но чтобы спасти. И это тоже, мне кажется, фундаментально важная вещь, о которой христиане слишком часто и слишком с большой лёгкостью забывают. Да, потому что перед Богом не стоит задача судить этот мир. Как бы трудно нам ни было это понять и в это поверить, Бог посылает Иисуса не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти, вытащить из смерти. Судим мы себя, в конце концов, сами. И как ещё строчкой дальше Господь Иисус говорит снова Никодиму, суд, о котором вообще думают люди, суд, о котором, знаете, лет за 50 до Рождества Христова, примерно в книге Енуха, да, о таком израильском апокрифе, в Ветхозаветном, было написано, вот он идёт судиться со всякой плотью за то, что они сотворили или сделали против него. Ну вот не такой суд. Суд заключается в том, что свет приходит в мир, приходит Господь Иисус, и рядом с ним, перед его лицом, всё становится понятно, что правда, что неправда, что достойно Бога, что недостойно. И ещё Иисус добавляет верующий, в Сына Божьего не судятся и на суд не приходят. Понимаете, христиане ужасно часто думают о том, что они будут говорить и чем оправдываться на последнем суде, на который, вообще говоря, не предполагается, что мы попадём. Иисус сам говорит здесь, что нет, нет, не попадём, потому что если мы держимся за Сына Божьего, за того, в ком Бог приходит в этот мир, в ком открывается до последней глубины вся полнота Божья, как выражается апостол Павел, вся полнота божества телесна, если мы за Него держимся, доверяем Ему и храним Ему верность, что, собственно, и повторю, означает слово «вера», то с этого начинается та жизнь, которая уже после суда. Суд наш – это некоторый момент, когда мы выбираем, быть Его друзьями и учениками или нет. И ещё в третьей главе также есть рассказ о свидетельстве Иоанна Крестителя, о том, что в какой-то момент к Иоанну Крестителю приходят люди, которые говорят ему, что вот тот, о котором ты при Ордане сказал, что он есть Агнец Божий, «вот он крестит, и все идут к нему». Тоже до некоторой степени это следует считать некоторым преувеличением, потому что, конечно, не все, и кто-то идёт к Иоанну, но да, действительно, слушают Иисуса. В этот момент много, достаточно людей. И Иоанн Креститель здесь говорит, по-видимому, своим ученикам, которые потом становятся учениками Христа, и рассказывают об этом. И Креститель говорит о том, что если Иисус это делает, значит, это дано ему с неба. Но, может быть, ещё важнее для нас удивительные совершенно слова Иоанна Крестителя, «Ему должно расти, а мне умоляться». И если хотите, это такой девиз, который по отношению к Господу Иисусу Христу был бы уместен у каждого христианина, ну, по той простой причине, что мы всё-таки очень много привносим в себя, и в результате часто наш проповедь превращается в пропаганду. «Ему должно расти, а мне умоляться», как одна замечательная святая в начале XX века сказала, «поспешим занимать последние места». Это на самом деле очень серьёзная вещь. Духовная жизнь без этого, без «ему должно расти, а мне умоляться» тоже просто не бывает, не получается, она превращается во что-то совершенно противоположное. И дальше Иоанн Креститель говорит о том, что, ну, в сущности, здесь, с одной стороны, хорошо, очень знакомы, а с другой стороны, трудные для понимания формулировки. И, может быть, для нас гораздо важнее, что Креститель говорит о том же доверии Иисусу, о доверии, о том, как мы принимаем Его свидетельства. Сам Креститель говорит, да, Он пришёл с неба, и Он видел и слышал нечто, о чём Он нам свидетельствует, принимающий Его, тем самым совершает некоторый поступок верности по отношению к Богу и поступок доверия. Вот в этом, пожалуй, самое существенное для повседневной христианской жизни в том, что говорит здесь в третьей главе Иоанн Креститель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok